Приветствую вас, Анастасия. Простите, но я не очень понял суть ваших проблем. Вы говорите, что вы со своим близким другом приспали в 18 лет. Не знаете зачем, но это не надо знать, вы захотели, вы приспали, вам было очень интересно, вы приспали. Это нормально. Нормально исследовать свое тело, нормально исследовать тело другого человека, да? Дальше. После этого у меня партнеров не было, без силы. Ну, опять же, да, видите, вот, важен такой момент, что вообще для вас, какое вообще для вас значение имеют партнеры. То есть, это сексуальные партнеры, это любовные, это какие-то еще, то есть, что вы вкладываете для себя в понятия партнер. Да? Да? Самое, что, ну, вот, лично я здесь вижу, кондекс такой, больше предметный. То есть, партнер вами воспринимается как предмет. Вот. Я не считаю, что это здорово, я не считаю, что это классно, я не считаю, что это правильно, я не считаю, что так должно быть, но, тем не менее, да? Вот. И очень важно понять, какое значение вы придаете вот партнеру, как вы воспринимаете партнера, как вы видите партнера, что он для вас. Потому что, например, переспать с мужчиной, да, не важно во сколько лет, это не значит, что он ваш партнер. Даже сексуальный. Потому что, все-таки, партнерство это что-то, ну, такое вот, что-то более продолжительное, да? Вот, это вы, там, переспали один раз, даже два раза, ну, там, так называемая случайная связь. Вот. В этом нет ничего плохого, плохого, опять же, да? Вот. И, мне кажется, то слово, которое вы используете в отношении себя, и которое использовали, я так понял, в отношении вас, ведь оно означает, что человек, условно говоря, продаёт своё тело, желая получить какую-то выгоду от этого, и получая её. И, соответственно, слово, которое вы используете, к вам абсолютно не применимо. То есть, вот. Опять же, для меня несколько является загадкой, в том плане, эээээ, вот для меня является загадкой ваша логика, то есть как вы пришли к этому, то есть, состаётся ли себе отчёт, например, что такое то слово который вы используете, что оно значит, вот, вы извините, что я я его не говорил, потому что, как бы, ну, это не очень красиво, и по отношению к вам, и по отношению к аудитории. Вот. Поэтому, эм, непонятно. Непонятно. Это, вы знаете, есть вот расхожее мнение, что порно-актеры, да, они, вот, ну, как бы, порно-актрисы. Это девушки лёгкого поведения. Ну, на самом деле, не так, совершенно, да, это принципиально иное занятие, хотя оно, оно в чём-то может быть схоже, но это принципиально иное. И те, кто говорит так, они просто никогда не были на съёмках того же порно-фильма, да, даже эротического фильма. Вот. Те, кто были, они понимают, что это такое, и в чём это, в чём разница. То есть, там, понимаете, да? То же самое и здесь. То есть, эм, как бы, физически действия похожи, но субъективно, это действия принципиально разные. И вот что же вы этого не понимаете? То, что вы с готовностью принимаете то, что, эм, говорят про вас другие люди, да, то, что вы принимаете на свой счёт слухи, которые распускают на вас. Говорит, с одной стороны, о том, что вы в себе не уверены, что вам важно мнение других, и с другой стороны, что вы совершенно не можете на себя саму полагаться. И на мой взгляд, ключевой момент заключается в том, чтобы решить с вами, вот эту проблему. Проблему того, чтобы вы научились полагаться, эм, на себя. Понимаете? Какая штука. Вот это важно. для вас. Вот это важно. Если вы будете, если вы будете полагаться на себя, если вы станете уверены в себе, проблема уйдёт. И беспокоиться о том, кто что подумает, а вас не будет. Беспокоиться о том, кто не будет. Вот так можно вам ответить. Такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что это было полезно. Вот. Но я хотел бы обратить внимание вот на какой нюанс. Мы говорили, что мы начали проводить много времени вместе. Я всё никак не могла решиться, решиться на что. Потом я поняла, что влюблены. Хотя я вам говорила, что не влюбляться. Ну, чувство редко просто слушают мозги. Это очевидно. И здесь только в том, что из себя представляет ваша любовь. Вот так. Что она из себя представляет. Дальше. Насчёт минаж РФ5. Конечно. Почему конечно. Потому что в какое-то время у меня на объёме. Я вас там поразил. Я поехал, проверил, продавил справку со здоровой. Вот это говорит о том, что вы не доверяете друг другу. Без вами не было доверия. Вот вы не умеете строить доверительные отношения. Вот предоставил вас справку со здоровой, но мы прекратили общение из-за чего. Потом он взял и рассказал моей знакомой обо всём. Не очень понятно, что именно рассказал. Не знаю, кому ещё клялся, что всё между нами. Что именно всё. Я считаю себя нехорошей. Чувствую себя просто ужасно. Из-за чего? Вы говорите, раз могу найти себе парня по следу. А для чего вам парень? Парень. Вот это желание найти парня, оно очень важно. Для чего вам парень? Зачем? Вот откуда это желание найти себе парня? Дальше. Я захочу рассказать ему правду, но она отказывается от меня. Ну во-первых, зачем ему правду? Во-вторых, вы боитесь, что вас бросят или что? Вот ключевой момент. Есть пока шесть, что вы просто хотите найти себе парня. Для чего это вам нужно? Вы пытаетесь решить эту проблему. Может быть, вы одиночеством тяготитесь, может ещё что-то. Дальше. Да, у меня тяготят мысли, я само верю, ещё боюсь за слух, что я больная, вот это не так. Знаете ли вы ещё такой слух? Знаете ли вы о людях, которые верят в слуху? Знаете ли всё? Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok